МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, друзья, наша команда в полном составе. Давайте познакомимся с нашими участниками. Это Юлия. С Юлией я ходил на Алтай этим летом на две недели. Мы с ней в горах, в суровых условиях делили козинаки. Далее по списку у нас Андрей. С Андреем мы ходим практически во все походы. И инициатива поездки в Пермские земли по дороге Пармы. Это его инициатива. И у нас новый участник в команде это Яна. С Яной мы еще поближе познакомимся. У нас в программе очень много культурных и природных памятников, сел, городов и деревень. И чтобы не мучить вас долгими поездками, мы просто возьмем эту руку и перенесем вас в первую локацию. Пам! Чтобы познакомиться с пермскими землями и увидеть всю их красоту воочию, наша маленькая команда прибыла к Уссинским столбам, которые находятся рядом с одноименной рекой Усвой. Выстоту данной столбы возвышаются на 120 метров. На отверстных скалах Уссинских столбов можно увидеть печатки кораллов, барахипод и других окаменелостей. Это все нас возвращает еще в более древнюю эпоху, когда здесь плескался мировой океан. Также Уссинские столбы интересны с исторической точки зрения. Их причудливые скальные формы всегда притягивали к себе людей. Способствовали этому пещеры и гроты, в которых древние люди делали свои стоянки. На подъеме к Уссинским столбам мы зайдем в один грот, грот столбовой, где была стоянка древних людей, и подробно вам покажем, расскажем и объясним. Еще в далеком 1965 году в густом хвойном лесу, покрывающем крутой склон на реке Усвей, на высоте более 100 метров два любознательных друга набрели на большой грот. Высота его свода составляла 7 метров. Тем же летом гротом заинтересовались ученые-археологи. Здесь были предприняты раскопки на площади около 20 квадратных метров. Новые богатые материалы подтвердили мнение ученых о том, что грот служил в мастерской по выделке орудий. Следы пребывания и деятельности человека датируются 25-м тысячелетиям до нашей эры, что старше пирамид Хеопса на 23 тысячи лет. Это как раз грот, о котором я говорил. Грот под названием Столбовой. Он использовался древними людьми в качестве стоянки. Были найдены наконечники стрелы, наконечники копий. А на вершине данного грота разжигался сигнальный костер, который предупреждал людей об опасности, которые в те века здесь были на каждом шагу. Вот она, Великая Пермская земля. Пермь Великая – это земля, наполненная тайнами. Тайнами, о которых не рассказывает официальная история. На территории Урала и Зауралия проживали языческие народы, о которых практически нет данных до прихода ратных войнок Луси с их крестом. И покрестили тогда пермяков, понастроили храмов часовнями, и припиталась земля крови на три метра глубиной. Теперь, видишь, изредка разносится звук в органах, напоминающий нам о тех временах. А вот и место нашего ночлега – потрясающая многоуровневая изба, словно ларет с секретом, скрывающий внутри свое убранство. Лучшим отдыхом считается время, проведенное в лесу, а наиболее полезным воздухом тот, что пропитан древесным запахом. Особый смоляной аромат, наполняющий комнаты бодрящим духом – вот за что так ценятся такие деревянные дома. А вот эта кухня – этнический стиль дома, оформленный грубыми орнаментальными коврами, этническими предметами ликора, погружает вас в атмосферу сказки. Русский натиск на Ураль начал копиться лет за 150 до Ермака. В начале 15 века с севера по реке Колви приходят первые русские поселенцы. Поселение основали на старом языческом городище и назвали его Чердень. Чердень – первый русский город на Урале, и в 1451 году он становится столицей последнего удельного княжества Древней Руси. Именно отсюда началось крещение Руси. Через Чердень из Камы по Вишере проходила единственная дорога за камень – Уральский кряж, и он начинал играть важную роль в освоении Сибири. Гуляя по улицам Чердень, вы не найдете современных зданий. Город сохранил облик конца 19 века. А вот и Черденьский краеведческий музей имени Пушкина, куда мы сейчас переместимся и окунемся в истоки истории Урала. Среди ярких и своеобразных явлений в истории духовной культуры Прикамья выделяется звериный стиль. Появившись как отражение особой идеологии во время ананинской культуры, этот стиль развивался на протяжении всего первого тысячелетия нашей эры, вплоть до XII века. Рассвет данного искусства относится к периоду ломоватосской культуры в Верхнем Прикамье – Третьи и Восьмые века. Плоские бронзовые и медные бляшки с изображением сложных образов и композиций в виде животных, в основном местной фауны, являются представлением о всеобщее естественной связи людей с природой. Ювелирные украшения из металла и монеты говорят нам о том, что еще до прихода на эти земли Руси здесь проживали развитые народы. Вот, кстати, яркое доказательство этому. В Черпинском крае найдено и изучено археологами немало кладов, содержащих серебряную посуду, чаши, блюда, вазы и монеты, время изготовления которых в основном датируется VII-X веками. Это высокохудожественные произведения Византии, Ирана, Арабского халифата, обмененные в Перми Великой на меха. А многие находки, найденные в Черпинском крае, сейчас экспонируются в музеях Урала и в Эрмитаже. Коллекция этнографии насчитывает более 6000 единиц хранения. Скомплектованный в разные годы существования этнографический материал характеризует основные занятия жителей Черпинского края, Сорова сильно возросло во второй половине XVI века. В то время город превратился в важный перевалочный пункт перед Уральским хребтом, где останавливались на зимовку все двигавшиеся на восток караваны. Самой красивой книгой в коллекции, безусловно, является Непрестольное Евангелие 1892 года в печати Московского печатного двора. В музее есть интересная коллекция иконописей. В настоящее время коллекция насчитывает более 600 единиц хранения. Вот очень редкая в нашей стране икона Святого Христофора с собачьей головой. В далекие времена всех варваров называли псиголовами. К тому же Святой Христофор изображен в доспехах, из чего можно сделать вывод о том, что это воин варваров, который крестился и начал свой духовный путь. Коллекция старопечатных и рукописных книг музея насчитывает более 1000 единиц хранения. Самой ранней старопечатной книгой духовного содержания, хранящейся в музее, является апостол 1591 года, отпечатанный в типографии Луки и Кузьмы Мамоничей в городе Вильна. На дальнейшую судьбу Чердани сильно повлияло открытие новой государевой Верхотурской дороги. Чердань оказалась в стороне от этого более короткого сибирского пути. В начале следующего столетия, когда Бабинова дорога стала единственной дозволенной дорогой в Сибирь, значение Чердани снизилось еще больше. О тех временах сейчас напоминает часовня Спаса Нерукотворного или часовня Убиенных Родителей. Здесь находятся могилы 85 чердинцев, которые пали в 1547 году в битве с нагайскими татарами. Защита города от набега нагайских татар отражена в местном предании. Битва проходила накануне крещения у деревни Кондратьева-Слобода на льду реки Вишеры. Очевидно, воины Чердани нанесли нагайцам существенный урон, поскольку сведений о том, что они двинулись далее на город, нет. А это первая христианская церковь на Западном Урале, первый каменный храм при Камье. Он связан с историей крещения Перми в Великой Чердани. Епископ Иоанн крестил местных жителей и основал первый на Урале Иоанна Богословский монастырь. Другой красивый храм Чердани это собор Воскресения Христова, освященный в 1754 году. Стены и своды храма расписывал лучший чердинский живописец 18 века Леонтий Протопопов. Среди многофигурных композиций особенно выделялась роспись на северной стене, посвященной крещению жителей Перми. В самом высоком месте села Вильгард находится Троицкий храм. Это безусловная культурная доминанта всей округи. На подступах к Нырабу расположился уникальный поселок Камгард. Он славится своей Веденской церкви. Именно здесь венчался Клим Ворошилов. Книги записи церкви значатся 1913 год, ноября 13 дня. Пермской епархии Чердинского уезда Камгардской Веденской церкви. Жених административно ссыльный Климент Ефремов Ворошилов из крестьян Харьковской губернии. Построена церковь на очень удачном месте. С какой бы стороны мы не приближались к селу, церковь видна отовсюду. А в 1930-е годы церковь была разорена и использована под мастерские, машинный двор. В 1960-х годах ее помещение использовалось под склад для удобрений. Поселок Ныров, конечная точка нашего маршрута. Первое упоминание о деревне Ныровка было в 1579 году. И тогда эта деревня состояла из шести дворов. Тюремные традиции для Нырова сложились издавна. Еще в 1601 году, именно сюда, на окраину земли, в деревню Ныровка, был сослан Михаил Никитич Романов. Сослан он был Борисом Годуновым. На этом месте была яма, в которой томился Михаил Никитич. Сейчас мы зайдем и посмотрим все лично. На такую ниту запрещала, которые на крае деревни ямы. Сверху накрыли деревянным настилом и оставили лишь маленький прорезь для спуска еды. Условия были поистину спартанские. Именно в этой яме около года задержался плен Михаил Романов. И с него даже не снимали подголову. А рядом с часовней Михаила и с Никольской церковью стоят грозные языческие идолы. В Нырабе есть две главные достопримечательности. Помимо ямы Романовых, здесь находится Никольская церковь. Никольская церковь строилась в Нырабе в 1704 году, а в пятом году ее осветили. Церковь является самым монументальным сооружением Ныраба. Она сложена из большимерного кирпича, перекрыта сомкнутым сводом, на внутренних плоскостях которого, в виде неглубоких ниш, выложены крупные кресты с голгофами. И снабжена обширной сводчатой трапезной с распалубками над окнами. А вот уникальная фреска с тем же святым Христофором. Скорее всего, мы так часто встречаем в этих землях столь редкую икону, потому что Христофор изначально был варваром. Возможно, священнослужители хотели его примером вдохновить местное языческое население и направить их на путь христианства. Мы хотели снять для вас этот маленький фильм, чтобы показать историю за Уралием. Многие источники повествуют, что к западу от Урала по реке Камья существовала легендарная земля Пермь Великая, ставшая колыбелью многих народов мира. Крайние просторы, полноводные реки, удивительные богатства отличали эту благодатную землю. По мере продвижения русских в Камский бассейн название Пермь закрепилось за этими землями. На языке вепсов далекая земля или земля за рубежом и называлась Перама. А в скандинавских сагах и арабских документах говорится о стране на северо-востоке Европы, Биарма, куда викинги ходили для торга и для добычи. Великая Пермия стояла на этих землях еще до Рюриковской эпохи. Сейчас образ некогда процветавшей древней страны, через которую проходил трансевразийский торговый путь, соединяющий Индийский океан с Ледовитым, народы Северной Европы с народами Востока почти бесследно исчез. Друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайк, если понравилось видео и репостите его на своей странице. С 12 по 14 апреля мы сделаем поездку в сердце парня. Переходи на наш сайт УралПоходРФ, ссылка будет в описании и бронируй свою поездку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова